Анна Николаевна Петрова Упсы! Не ожидали? Не ожидали Стоит сразу сказать, что любой художественный фильм имеет право на вымысел Но вместе с тем важно, как именно этот фильм подается Мне этот человек очень интересен, потому что он на самом деле знает кино Он безумец! Он может по-разному относиться к тому, что происходит Он может быть не согласен, он может быть наоборот соглашаться Но он профессионально к делу подходит Какой же тупой, б***ь, этот фильм! И мне очень нравится это сопоставление очень знаменитых артистов И их работы И того, насколько он понимает несостоятельность решений Если это художественное кино, то у персонажа должна быть мотивация Также желательно, чтобы в сценарии было хотя бы немножко логики Мне нравится в этом человеке, что он глубоко рассматривает само явление современного кино И режиссер? Нет! Вот и добейся для начала И отношение к нему, нашего телевидения Мы видим по тому, как себя ведут ведущие Кто из них на самом деле заинтересован в этом фильме? А кто просто торгует собой? Я прошу прощения за резкость Может, так нельзя говорить, но это именно так и есть Нас изо всех сил стараются запутать Где правда, а где ложь Я не знаю, вы это замечаете или нет Но я вижу это все время Можете называть это фейками Можете называть это ненасказаниями Или особой искренностью Но нам не дают возможности добраться до правды А вот этот парень представляет реальность Кинематографичную реальность И я понимаю, что есть мне о чем думать И чем заниматься Я понимаю, что важно Я понимаю, что зритель должен извлекать Из того, что происходит сегодня в кино Спасибо А что вы о нем говорите? Он правильный парень Вполне искренне разговаривает И очень много знает И у него болит душа за то, что он видит Он не может делать это плохо Потому что правда, главное наше оружие И желание добра Сегодня акция Каждому подарку бесплатная доставка Свинца в организм У меня личное только очень неприятное чувство Это мой лучший дружок Володя Машков А я, оказывается, его и поношу Но вы не его уже обсуждаете Так, следующее Ребеночки, привет! С вами Лера Любарская И да... Я расскажу вам о 8 фильмах Которые точно, гарантированно Смогут вас замотивировать На нормальное обучение Интересно, что Валерия Нашла свой жанр Она образованная Она много знает Но способ ее существования На экране Такой упрощенный Я очень искренна Я все объясняю Я вам все расскажу Я все покажу И знаете, что самое классное? Я более чем уверена Что некоторые из фильмов вы точно пропустили За время того, когда они выходили А что за этим стоит? Желание достучаться до людей И мне это нравится Но я думаю Почему постепенно ее Разговор с людьми Становится лекцией? Не тратьте свое драгоценное время На прослушивание и просматривание Однотипных клипов рэперов новой школы А просто бери И иди к своей мечте Перестает быть живым И я перестаю ей верить Очевидно, надо приобретать Профессиональное умение Надо разобраться Что значит я докладываю Что значит я сообщаю А что значит я разговариваю Жду ответа Мы в жизни всегда ждем ответа Мы хотим узнать реакцию на наши слова Понять, убедительно это или не убедительно Или я просто говорю, говорю, говорю Меня совершенно не интересует Что вы думаете по этому поводу И это две большие разницы Я думаю, что это так Даже то, что вам не нравится Намного больше помогает вам Осознать ваш жизненный путь Уже старый наш разговор Про то, что Зачем так машут руками В жизни у нас все движения осмыслены Это наши поступки И наши намерения А не только выявление нашего состояния Нам весело, нам скучно Или мы хотим просто радоваться жизни Вот сейчас у нее руки Вот она перечисляет Это очень точный жест Потому что она знает это Она понимает, о чем она говорит Это убедительно Но когда это просто так Это теряет всякую убедительность Учиться надо работать с руками, с жестами Надо этим заниматься Это уже часть профессии Мне кажется, что так Не знаю, как думают наши журналисты Понимаете, у них у всех одинаковые блоги Вот они по центру, в своей комнате Что-то рассказывают Куда им руки девать А я ей же не знаю, она с ним стала Очень давно в театре В прошлом веке Был очень интересный способ Успокоить руки Нужно взять между первым и четвертым пальцем Хлебный мякиш Опустить руку И вот рука уже работает Она не может болтаться, куда попала Потому что она занята делом Значит, дело самое интересное Что мы можем делать На самом деле, надо просто задумываться Если ты в этой профессии Задумываться, что нужно твоему зрителю И что для тебя Самое правильное и выразительное Следующий сложный Это Ларин Привет, Ютуб С вами Ларин Он был очень популярным в определенное время Он тоже делал какие-то очень критичные Я его видела Давайте мне его Не те, что хлеба ради Спереди и сзади дают нам ебли Так, вот как с этим быть? Мне очень важно это прослушать И увидеть Но мне это омерзительно Я сейчас не про Маяковского А про все, что дальше происходит Криворукие мудаки Вот они, продажные мрази Не могу молчать Это столько уеханно Сегодняшняя абсолютная свобода Матерной речи Удивительных высот достигла В чем причина? И что за повод для этого? И почему это заставляет людям Такое наслаждение? Это же делают не через силу Это делают с радостью Я тут спросила у ребят, которым я доверяю В чем дело? Они мне сказали Ну это знак новой искренности А что, искренность не выходит за пределы матершины? Мне просто интересно Как мы будем с этим все жить? Почему-то мне приходится быть совестью сообщества И озвучивать все эти очевидные вещи Гениальный русский язык Двумя словами матерными Можно выразить все И высокую победу И абсолютное конечное поражение Это правда Но тем не менее Есть диапазон За пределами Этих узких высказываний Что думают эти мужчины Вот так разговаривая Что они убедительны Что они свободны Что они выразительны Потому что моя свобода Равна свободе уличного пьяницы Да, да, вот так вот Да пожалуйста, матюгайтесь Меня это не волнует Только зачем? Отвратительно Я не знаю, ребят Про Валия им прям страшно Я совершенно не хочу чувствовать себя Абсолютно непригодной к сегодняшнему дню Но я не понимаю Почему нормальные люди Дети, подростки, взрослые женщины Должны этим питаться Это такой театр матерный Который почему-то Считается знаком свободы Да ну вас к черту С вашей свободой За таких людей Стыдно называться блогером Проди, моя схожу Перестань бы тягаться так У тебя есть другие слова И ты знаешь, о чем говорить Это дешевка Че, наша культура Больше ничего не набрала? Блогерство Это публичная деятельность Каждый человек Теперь имеет право высказаться Сказать свое мнение Выразить свое чувство Пообщаться с людьми Вообще это борьба с одиночеством Как мне кажется Но тогда зачем же меня Загонять в одну яму Как можно проще Как можно хамее Как можно вулигарнее Но чем проститутка реально Отличается от человека Который в политическом смысле Отдает свое мнение? Ничем А вроде говорит содержательные вещи Как быть с этим? Я не знаю Это только у этих ребят Можно получить ответ Вы устали? Я не устала Я очень разозлилась Привет, друзья Я по-прежнему с вами Сложный Очень скандальный человек Шарий Ксюша Собчак Я повторяю Она теперь мой Кумир журналистики Хорошо Это не так Ну могу вам тоже привести Его много цитат Когда он сказал Крым надо вернуть Украину Вот эфир с Немцовым Канал Интер Если бы я был президентом Крым был бы украинским Так что Он не говорил такой фразы? Нет? Очень мудро работает Он убедителен Он умеет разговаривать Со зрителем Я понимаю Что он со мной разговаривает И он замечательно Комментирует То, что она показывает Никто не признает Выборов этих Если меня на них не пустят То есть Собянин и Путин испугались? Да СМЕХ В разговоре с Собчак И Навальным Он меня убеждает Мне нравится Мне интересно Я доверяю ему Он очень целостный Его облик Его прическа Его манера Мне кажется Что он говорит вещи В которых он уверен А уж дальше Зритель делает выбор С кем он согласен И почему он согласен Но это такой разговор В котором я хочу участвовать Это же важно Выполнение минских соглашений Это не вот такая вот вещь Что вот мы завтра сделали И они выполнились Серьезно? Пять секунд назад Я выполню минские соглашения Их требует выполнить от нас мир А кто этот человек по профессии? В нем способность разговаривать с людьми безусловно есть Он не занимается собой Он занимается людьми И он нашел свою точную стилистику Это хорошо Ему ничего не надо Ни цветов Ни деревьев Ни картинок Ни танцующих девушек Потому что он глубоко и серьезно В этом профессионален И для меня он даже более убедителен Чем все подсветки У его героев И что? Сомбреро через плечо Меня не посадят в итоге куда-нибудь Подписывайтесь на YouTube канал Дождя Ставьте лайки Пишите в комментариях Кого из звезд YouTube Еще надо разобрать?